Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Добрый день, Владимир. По вашей заявке собран такой истребитель Як-3. Модель полностью готова. Сегодня мы ее поднимем в воздух, покажем, как летает. Ну и по результату облета дадим рекомендации по настройке, тренированию, какие особенности есть у конкретно этого самолета. Перед взлетом традиционно проверяем управление. Руль высоты отрабатывает, холероны тоже работают адекватно, стоят в нейтрале. Руль направления тоже нормально. Ну что ж, модель готова к старту, можно запускать. Взлетать старайтесь против ветра. Хуже всего, когда боковой ветер под правое крыло будет. Тогда самолет может сразу завалить. И реактивный момент винта помогает. И ветер. Так что, если такая ситуация возникла, вот как у нас сегодня, то запускаем самолет с большим креном направо. Газа побольше и поехали. Так, ну конечно, самолет потребовал настройки. Поначалу его пошвыряло чуть-чуть. Это нормально. Руль высоты прижал вниз. Элероны чуть-чуть вправо. С элеронами чуть даже перестарался. Ну вот теперь модель полетела. Вот он, красавец Як-3. На малой высоте. Отличная модель. Вообще, Як-3 один из самых любимых наших истребителей. Ни разу не подводил. Если, скажем, с теми же лавочками, вроде бы, уж на что замечательные самолеты и проблемы все-таки бывали, то Як-3 летал всегда. И еще ни разу не было, чтобы эта модель выкинула какие-то неприятные фортеля в воздухе. Все отлично. Прекрасно управляется. Очень четко рулится. Сегодня, конечно, ветер довольно ощутимый. Поэтому опасаюсь летать совсем уж вплотную к земле. Конечно, модель это позволяет. Но, тем не менее, все-таки от случайностей никто не застрахован. А повредить самолетик не хотелось бы. Все-таки он должен прийти к клиенту в товарном виде. Поэтому сегодня без резких движений просто полетаем, сделаем несколько кругов. И будем приземляться. Вообще, очень приятный истребитель. Действительно, один из лучших в нашей коллекции. Крейсерский режим полета у него 60-70% газа. Больше не требуется. Модель уверенно держит скорость. Спокойно набирает высоту, маневрирует. Фигуры пилотажа, по крайней мере, из классического боевого, будут выполнять без всяких проблем. Но полет более-менее копийный. То есть на вертикалях тяги явно будет недостаточно. Свечка вверх не пойдет. Нужно соблюдать некоторые правила, сохранять скорость. И на вертикальных маневрах быть поаккуратнее. Но если дать полный газ, на взлете, как видели, модель очень даже уверенно пошла вверх. Так что тяги вооруженности ему вполне достаточно. Отличный самолетик. Ну что ж, будем прицеливаться на посадку. Чуть-чуть прибрал газ. Примерно до половины. Сбиваю высоту. И вот сейчас выходим на глиссаду. У земли турбулентность ощутимая кидает. Придется еще кружок дать. Пять минут в воздухе модель провела. Ну вот так. Ну вот, Владимир, так полетел ваш Як-3. Сегодня испытывали модель уже с установленным радиатором. Радиатором, обратите внимание, полный снега. Ну и модель при посадке остановилась практически сразу. Этот воздухозаборник, как ковш, сразу за снег цепляется. И происходит резкое торможение. Но где-то это может быть и неплохо. Но при посадке на снег без шасси я бы рекомендовал летать без этого радиатора. Да, конечно, это элемент копийности самолета. Но в полете, вернее, при посадке он уже немножко может мешать. При посадке в траву такой проблемы нет. Там в любом случае торможение моментальное. Ну вот, на снеге такая особенность при полетах с радиатором. Конкретно по особенностям самолета, тренирование я уже сказал. Руль высоты вниз или рон чуть вправо. В остальном модель летает нормально, слушается адекватно. И я думаю, что вам она доставит массу удовольствия от полетов, от своего силуэта в небе. Ну и не только в небе, в комнате под потолком этот самолет также будет смотреться замечательно. Владимиру огромное спасибо за заказ. Ну а всех, кого заинтересовал наш Як-3, приобрести вы его можете в нашем интернет-магазине. Ссылочки будут в описании под видео и в подсказках в правом углу экрана. Переходите, заказывайте. Как уже готовую модель, так и можно заказать вариант конструктора для самостоятельной сборки. А на сегодня я с вами прощаюсь. Если вам полет Як-3 понравился в такую ветреную погоду, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, заходите в другие наши ресурсы, в социальные сети, в группу ВКонтакте, на форум, который создан специально для вашего общения. Ну и, конечно же, ждем новых полетов и новых моделей на нашем летном поле. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.